при работе наших котлов обычно используется только один из возможных режимов работы это работа котла по той температуре которая устанавливается на панели управления и котел ее поддерживает этот режим допустим но в целом если говорить о его эксплуатации котла в этом режиме то он не является наиболее оптимальным дело в том что по температуре теплоносителя котел работает в режиме модуляции это безусловно хорошо но в то же время он ничего не знает о ситуации на том объекте который он обслуживает как отопительный прибор что творится в помещении низкая температура высокая котел знает только один параметр температура теплоносителя по достижении заданного значения происходит снижение мощности котла затем горелка отключается котел некоторое время простаивает и как только температура теплоносителя падает на установленное количество градусов на определенный градиент котел осуществляет повторный старт фактически можно говорить о частном тактование котла в то же время если использовать такую возможность как подключение к котлу обычного комнатного термостата мы получаем повышение комфортности эксплуатации и дополнительные счет сокращаем расход газа так как теперь котлом управляет датчик установлены в самом термостате и прерывающий работу горелки по достижению заданной температуры воздуха в помещении с учетом того что объем воздуха в помещении в несколько раз а то и в десятки раз больше чем объем теплоносителя скорость падения температуры воздуха в помещении будет несколько раз ниже чем скорость снижения температуры того же теплоносителя однако в режиме работы котла по комнатному термостату нет возможности корректировать температуру теплоносителя за счет самого термостата поэтому температура на котле чаще всего выставляется на расчетный максимум. Это сделано для того, чтобы котел как можно быстрее достиг заданной температуры, но имеет одну отрицательную сторону. Температура теплоносителя то вырастает до максимальной, то во время простоя падает фактически до комнатной. В период межсезонья это может приводить к некомфортным ощущениям. Радиатор то холодный, то горячий. Это не очень удобно. Частный случай использования термостата, размыкающего контакта термостата, это применение хронотермостата, когда на самом термостате задаются временные отрезки и выставляются два или три уровня температуры. Температура понижения, температура ночь и температура день, когда котел будет поддерживать одну или другую температуру. Но в любом случае температура теплоносителя будет та, которая задана с панели управления. Еще одной возможностью эксплуатации котлов является применение вместе с котлом не размыкающего термостата, а аналогового регулятора плавного действия, который за счет обратной связи с котлом по проводной линии либо беспроводном режиме позволяет контролировать не только температуру контрольного помещения, но и корректировать еще и температуру подачи. Мощность горелки за счет той же обратной связи появляется возможность отслеживать различные параметры. Все это зависит опять же от самого котла, от модели. Если говорить о котле ГАЗ-6000, то данный котел может работать по температуре теплоносителя, может к котлу быть подключен комнатный термостат или хронотермостат, или к данному котлу можно подключить регулятор протокола OpenTerm. Это регулятор плавного действия, обменивающийся с платой управления аналоговым сигналом. В зависимости от скорости изменения температуры воздуха в помещении, он как раз и делает корректировку температуры подачи. Мощность горелки снижает мощность в зависимости от текущей температуры или наоборот ее увеличивает, если температура слишком низкая. И частным случаем эксплуатации котла ГАЗ-6000 является возможность применения на данном котле погодозависимой автоматики, которая поддерживает протокол OpenTerm. За счет применения датчика наружной температуры у нас появляются переменные дополнительные, которые позволяют также выполнять корректировку мощности горелки, температуры подачи в зависимости от изменяемых условий снаружи здания. В зависимости от исполнения, в зависимости от модели котла, котлу помимо комнатного термостата можно подключить еще и регулятор плавного действия, который обмениваясь данными с платой управления, позволяет корректировать не только температуру подачи и мощность горелки, но еще и управляет скоростью набора этой температуры. Поскольку это уже будет электронное устройство, здесь зачастую сразу появляется возможность управления хронопрофилем, то есть задаются периоды нагрева или периоды ожидания котла. Можно установить несколько разных уровней температуры и еще одной дополнительной возможностью является то, что при обмене данными системой управления котла на этом регуляторе можно будет увидеть индикацию блокировки. То есть если котел останавливается, вы можете увидеть это не подходя к самому котлу, а непосредственно на датчике, который установлен в помещении, на дисплее этого датчика. И частным случаем использования регулятора плавного действия можно упомянуть еще погодозависимую автоматику. Если говорить о котле ГА6000, то данный котел поддерживает протокол OpenTerm. В зависимости от возможностей самого регулятора OpenTerm котел может работать и в погодозависимом режиме. Наличие наружного датчика позволяет системе управления получить дополнительные переменные и соответственно более быстро, более оперативно реагировать на изменяемые условия эксплуатации. В зависимости от температуры наружного воздуха такая автоматика способна сама перевести котел в летний режим, отключить отопление, что опять же вводит дополнительную экономию по расходу газа.